Приветствую вас и доверие после измены вернуть можно, не более что в самом начале отношений, когда отношения все только формируются и могут быть какие-то метания, могут быть какие-то соблазны, желания и так далее. Свои вопросы задали достаточно кратко и поэтому рекомендация на них и ответ на него будет также достаточно горохотким, потому что нужно все-таки разбирать ваши обстоятельства, нужно все-таки смотреть в как вы именно ситуация оказалась, но тем не менее. Вы предпочли задать вопрос в принципе, значит в принципе на него я и постараюсь ответить. Дело в том, что вообще говоря, измена это что? Измена это такая вот попытка, такое устремление, такой путь удовлетворить свои потребности, удовлетворить свои желания. И понятно, что корнем измены является не сама измена как таковая, а наверное все-таки какие-то желания, какие-то потребности. А дальше не сексуальные желания на самом деле, а какая-то другая потребность. Потребность эмоциональная, потребность личная, потребность психологическая, потребность какая-нибудь еще. И вот эту потребность вам нужно для себя выявить. Почему? Потому что ваш любимый человек вам этого не давал. Он по какой-то причине не смог вам дать того, что вам было нужно, и вы начали искать это на стороне другим человеком. Хорошо это или плохо? Вряд ли. Вряд ли можно вообще говорить о том, что это хорошо или что это плохо. У вас были желания, вы свои желания посчитали возможным удовлетворить, вы их удовлетворили. Ну, а что получилось? Ну, получилось то, что вы подорвали доверие. Подорвали доверие, потому что человеку неприятно, что вы ему изменили. Ну, это скорее нормально. Теперь давайте подумаем вот на чем. Вы в своей измене раскаиваетесь? Хорошо раскаиваетесь? Сильно? Вы свои желания осознали? Вы поняли, что вы хотите? Вы поняли, для чего вы изменили? Вы постарали донести до человека, почему вы изменили, что двигало вами, когда вы изменяли? Вы донесли до человека, что вы очень сильно переживаете, что вы раскаиваете, что больше такого не будет? Если да, и если человек вас любит, то все, что вам нужно делать, это показывать ему, что такого больше не повторится. Да, больно, да, неприятно, да, очень тяжело пережить, но можно, если вы друг друга любите. А если любовь не очень сильная или кто-то из вас чувствует меньше, кто-то из вас ощущает в меньшей степени влечения к другому, кто-то из вас вообще, говоря, менее заинтересован в отношениях, тогда начнутся такие слова, ты мне докажи, что я могу тебе доверять, ты мне вот давай докажи, в противном случае наше отношение исчезло. То есть ставятся такие вот условия, и любая условность, несмотря на то, что она здесь уместна, казалось бы, любая условность в данном случае вредит отношениям. И основная проблема, которая заключается в данном случае, это в том, что вы вините себя. Вы считаете себя виновным или виновной в том, что вы изменили, в том, что вы, значит, ну вот, предали, можно сказать, человеку. Так что винить себя в этом не нужно, чувство вины в драться к себе тоже не стоит, ничего хорошего оно вам не принесет. Момент здесь такой, если изменили, и если это было в качестве проблемного, в качестве временного умопомрачения, в качестве временного расслабления, то, конечно же, такого больше не повторится, вы это знаете. Вы знаете, потому что человека вы любите, и вы не хотите, чтобы он так больше переживал. Вы видите его страдания, видите его боль, и вы понимаете, что, ну, не хотите, чтобы этот человек испытывал подобные чувства, потому что они слишком болезненные. И как к человеку, который любит другого человека, вы желаете ему только счастья. И в этом контексте измены у вас больше не будет. Но нужно понимать, что если вы свои желания, которые двигали вами, в контексте измены не осознаете и не будете удовлетворять, то дальше, если вы больше изменять не будете, то появится неудовлетворенность, которая со временем будет мешать вам строить нормальные отношения. Выстраивать их, а получать удовольствие в отношениях с любимым человеком. Чтобы вот этого не было, вам гораздо таки нужно донести до человека чего-то вы хотите. Не обвинять его, не предъявлять претензии, не говорить, что это ты виноват, например, в том, что вы изменили. Ничего такого делать не нужно. Но нужно сказать человеку, что вам не хватает того-то, того-то, и именно поэтому вы допустили измен. Или вы осознали свою ошибку, осознали, что вы сделали, вы поняли, вы поняли что-то, и теперь вы уже больше никогда этой измены не допустите. И своим поведением бизнесмену скажет, что нужно говорить об этом, но говорить в меру. То есть, если видите, что человек переживает, вы видите, что человек чувствует себя неуютно, некомфортно, поговорите с ним обязательно, как можно больше эту тему обсуждать, чтобы не осталось никаких недосказанностей. Если возникло что-то, вам вспомнили измену, ага, значит, человек еще помнит ее, человек обижается, а человеку неприятно. Ну, реакция нормальная, значит, нужно еще поговорить. Не проговорили до конца тему измены. Говорить это одно, а делать это совсем другое. И вам своим поведением нужно показывать, что вы действительно извлекли урок из этой ситуации. То есть, что измену принесла вам какое-то новое знание, новый опыт, что вы поняли, что человек вам дорог, что человек вам нужен, что вы не хотите его терять и так далее. И если вы будете показывать именно своим поведением, своей деятельностью, что вы поняли, что вы извлекли, что вы осознали, то очень быстро доверие это можно вернуть. Но при условии, если у человека действительно к вам любовь. То есть, основной момент, основной момент, я бы сказал, стрессовый, основной момент негативный заключается в том, что отношения еще не сформировали. Может быть, мужчина даже не понял, или женщина не поняли, что она любит. Ну, человек еще не осознал, что любит. Да, какая-то симпатия есть, да, какие-то чувства имеется, но что это за чувства, человек еще не осознал. И вот, могли бы вы этим самым любовь, если она зарождалась, у них что-то, погреть. Но, также, 50 на 50, значит, 50 на 50, что человек все-таки на самом деле, ну, человек на самом деле не потерял еще план любви. И тогда, можно сказать, что все возможно сделать, все возможно изменить. Это был один аспект, то есть, как бы, вы изменили, получается, по крайней мере, так, я понял, у вас сказал вопрос. Теперь, если изменили вам. Ну, в принципе, все то же самое, что я сказал, только уже в контексте другого человека, да. То есть, если вы видите, что человек ведет себя по тем, где, с кем он себя описал, то можно такого человека принимать. Если вы видите, что он, например, не раскаивается, или что он не особо своего победителя занимается, то можно рассчитывать и можно ожидать, что, скорее всего, ситуация повторится. Ну, понятно, что никому ничего хорошего от этого не будет, и такого человека, действительно, нужно оставить. Не самое-то плохое, а потому что, просто, напросто, у него нет внутреннего барьера, который позволял бы ему и дорожить именно ваши отношения. И вот здесь основной заключается момент. Смотрите, измена – это предательство. Так, по крайней мере, воспринимают ее большинство людей. Но что есть предательство? Предательство – это нарушение внутреннего барьера, то есть, когда человек сам для себя восстанавливает ограничения. Например, я люблю человека, я ему изменяю, я его обидел, я его предал, я теперь из-за этого переживаю, я себя ненавижу, я себя обещаю. Вот это предательство, и в этом случае человек обещательно приложит все усилия для того, чтобы вымерить прощение, чтобы показать, что он ошибся и что такой ошибки больше не будет. Но если человек изменил, и он не испытывает какие-либо переживания, значит, вот этого внутреннего барьера, внутреннего ограничения, внутренней установки на то, чтобы быть другим человеком верным и быть с ним честным, быть, там, тем, кто нужен ему, нет, это означает, что человек просто следует за своим интересом. И если человек следует за своим интересом, то он обязательно бардельует их и ищет страх. И если человек не раскаивается, значит, он не тот, кому можно доверять, не тот, кому можно верить. И отношения с ним восстанавливать, ну, не имеет просто-напросто смысла. Если вы чувствуете, что человеку францолюбите после измены, то дайте им второй шанс, если видите, что он раскаивается, раскаивается искренне. И если вы так же чувствуете, что несмотря на то, что любите его, но обязательно спросите, обязательно уточните у него пороха, а то, что не заставило его изменить. Вам нужно максимально полную эту тему проговорить. Если она не будет полностью проговорена, то можно сказать, что в будущем эта тема, этот момент, этот инцидент будет влиять на ваши отношения, влиять негативно. И, в конце концов, может их даже убить. Забытое не произошло, вот, придерживайтесь подобных рекомендаций. Это все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.